Всех приветствую на моем канале и 7 правил здорового роста волос. Начинать свое отращивание волос стоит со стимуляции корневой системы. Относительно это может быть массаж, это может быть дарсенваль. Загреть несколько кожу головы, то есть привлечь приток крови к корням волос, от чего и поступает основное питание и насыщение кислородом всего волоса. То есть все питание волос идет от корней, которые размещены в нашей коже. Соответственно мы стимулируем рост волос при помощи массажных движений. Второе правило. Избегайте чрезмерного мытья волос и с сушающими шампунями. Это могут быть простые бытовые шампуни и их ежедневное применение вовсе не приведет волосы к здоровью, потому что волос истончается в процессе частого мытья, ежедневного. Например, конечно не стоит запускать голову до такого состояния, когда корням волос будет сложно дышать, то есть кожа будет закупорена роговевшими клетками, которые также удаляются при помощи мытья. Это сальные всякие выделения, грязь, которая просто оседает в процессе нашей жизнедеятельности. Пыль, выхлопы и прочее. То есть, соответственно, нужно знать золотую середину в мытье. Нужно для себя определить какой-то такой хороший режим, чтобы волосы и не были слишком запущены, не мытьем и в то же время их не сушать при помощи мытья. Придерживайтесь балансированной диеты. Да, все хорошо. Я очень люблю свои и дорогостоящие средства по уходу за волосами, и просто какие-то любимчики, которые из простой косметики, но работают. Но основная закладка здоровья волос идет изнутри, из нашего организма, как и весь наш организм. Наше тело, наше здоровье, наш организм не складывается из поверхностных налеплений, нанесений крема, косметики и даже массажных движений. То есть, все идет из внутреннего питания, и все, что мы помещаем в себя, в свой организм, соответственно, складывается на нашем теле. Это наша кожа, это наши волосы, ногти, и можно видеть результаты положительные благодаря сбалансированному питанию. И наоборот, к питанию вернемся чуть позже. Регулярно подрезайте концы. Да, наверное, я бы уже давным-давно, казалось бы, на первый взгляд, отрастила длиннющие волосы ниже бедер, если бы я регулярно не делала стрижки. Но не факт, что длина волос сохранится, не делая стрижки, не убирая концы, хотя бы просто не подравнивая, потому что волосы истончаются за какой-то промежуток времени и в любом случае начнут ломаться. Поэтому лучше убирать старые кончики и давать здоровым волосам идти все ниже и ниже. Пусть это будет несколько дольше, но зато результат будет качественным и долгим. Гидротация – путь к успеху. Это увлажнение волос, увлажнение организма, опять же, изнутри. Обычное питье. Принимайте дополнительные добавки на пути к здоровому росту волос, но я считаю, что прежде чем выбрать для себя какой-то комплекс добавок, либо витаминов, стоит проконсультироваться с врачом. И еще очень важно глубокое кондиционирование, о чем я говорила. Важна косметика, которой вы пользуетесь. Опять же, важно использование этой косметики. Как-то натыкалось на сайты якобы даже профессиональных консультантов от L'Oreal, где есть советы, что маску нужно держать не вот так, как на ней написано 5 минут, а стоит подержать ее целый час. И когда-то даже я, в принципе, делала такое и верила в это, но когда ты взрослеешь и ты все больше и больше набираешься опыта и знаний, ты понимаешь, что это на самом деле просто неправильно, потому что использовать и перегружать волосы чрезмерным количеством времени, масками, обильным нанесением, это не есть хорошо для волос, потому что структура волоса начинает также болеть и портиться от чрезмерного питания, от нанесения всех этих средств. Волосы просто не выдерживают такого напряжения, поэтому минимум хорошей маски для волос и в указанное время, которое нужно выдержать, которое указывает сам производитель и создатель данного средства, это прямо вот обязательно. В этом случае я считаю лучше, меньше, да лучше на себе проверено, то есть когда я ранее чрезмерно использовала косметические средства для своих волос, в конце концов я получала внизу какую-то паклю, то есть вот все то, что я старательно питала, перенасыщала очень долго по времени в шапочках и под теплом, все это потом я просто срезала, а вот момент, когда я использую совсем немного, небольшое количество маски, хорошо ее растерев на ладонях, хорошо промассировав длину, выждав 5-8 минут, как это написано в инструкции, хорошо промыв, я получаю здоровые, рассыпчатые, дышащие концы, дышащую длину, скажем так, то есть структура волоса, она гладкая, она здоровая, не забитая, не слипшаяся, как это бывало у меня, еще раз скажу, от чрезмерного употребления косметикой. Итак, вернемся к диете. Продукты, которые полезны для роста здоровых волос. Продукты богатые цинком, калием, железом. Из моих фаворитов это яйца, бананы, квашеная капуста, тушеная квашеная капуста, рыба в разных видах. Это может быть и красная рыба, и белая рыба, это может быть скумбрия. Кстати сказать, мы недавно были с мужем в Стамбуле, и в Стамбуле очень популярна скумбрия. Я очень удивилась, я считала, что это больше какой-то такой русский традиционный фуд, пища, продукт, но оказывается в Стамбуле вот прям можно купить простой какой-то гамбургер, булка вот с той самой скумбрией и зеленью. Для волос очень полезны зеленые овощи и зелень. Сегодня популярно употреблять жидкий хлорофилл по утрам вместо кофе, например. Далее полезны для волос мясо птицы, без этого мяса наши волосы также могут иметь дефицит белка и цинка. Сюда входят также бобовые, это орехи, обязательно миндаль, грецкий орех, очень много полезных масел, очень много полезного белка для наших волос в этих продуктах. Зерновые культуры, молочные продукты, если нет аллергии и непереносимости казеина и лактозы. И вот как-то считала, что морковь очень полезна для волос, она богата витамином А. Терпеть не могу морковь, если честно, признаться, с самого детства. Никогда ее практически не употребляю в пищу, совсем немного добавляю при приготовлении для цвета и для вкуса. Но вот чтобы прям так есть не могу. Считаю, что морковь хорошо заменяют персики в сезон, красные яблоки, мандарины, апельсины, томаты. То есть все красно-оранжевое будут хорошо взаимозаменять друг друга. То есть не обязательно прям напрягаться. К тому же я знаю, что морковь не очень хорошо усваивается кишечником. То есть здесь нужно еще какие-то добавлять другие составляющие для того, чтобы морковь хорошо вообще усвоилась организмом. Поэтому вот прям надпись в статье о том, что морковь полезна для волос, ну я вот не совсем воспринимаю всерьез. Поэтому все красные фрукты и овощи. Опять же для людей, которые не страдают аллергией на красные продукты. Хочу вам еще рассказать о своем уходе, что я сейчас использую конкретно. У меня в арсенале по-прежнему моя любимая маска Hair Spa. Внизу оставлю ссылку на дистрибьютора, которые предоставляют эту маску. Не предоставляют, а представляют эту маску в России. Потрясающе. Вот видите, за такое долгое время еще очень много маски в банке. Невероятный, приятный, тальково-пудровый такой аромат, который исчезает с волос. Очень-очень густая. Используется очень по минимуму. Что мне нравится и что действительно дает эффект. Считаю, что эта маска помогает хорошо защищать мои волосы, которые я сейчас старательно отращиваю. Недавно озадачилась поиском безвредного шампуня. Мой Крю закончился. Тот самый, который без парабенов и сульфатов и прочей гадости. И я думала о том, чтобы найти новый бессульфатный, беспарабеновый шампунь. Заглянув в интернет, посмотрев разные рейтинги, я изначально обратила внимание на один немецкий шампунь. Но потом выяснилось, что к нему очень быстро привыкает кожа головы и затем возникает перхоть, плюс там спирты. Хоть они не очень вредны, но все равно. В общем, я ставила эту идею и тут я натыкаюсь вот на это. Это твердый, бессульфатный, беспарабеновый шампунь. С огромным списком составляющих. И экстракт гороха там есть. Это то, что мне прям совсем запомнилось, потому что я такое вижу впервые. И, в общем, этот шампунь, твердый шампунь направлен на омоложение волос. Антиоксидант, скажем так, шампунь. Самое интересное, это то, что очень удобно брать с собой в поездку. Если даже бросить это с собой в ручную кладь, в сумочку, то в аэропорту это не изъявят за то, что это жидкое, допустим. Это очень легко, это удобно. Читала отзывы, что мы лица плохо, это не так. Так, создается густущая пена, просто невероятно густущая от минимального нанесения. Именно поэтому предлагается шампунь наносить на руки изначально, а потом по волосам промассировать, нежели сразу на волосы. Потому что волосы из-за своей вот такой вот неоднородной структуры начинают, как вот по стиральной доске, его очень хорошо размыливать. И получается очень большой расход, очень огромное количество пены, которая не нужна. Пена пышная, не похожа на сульфатную пену простых шампуней, которые хорошо пенятся. Очень нежная, очень быстротающая, но ее много. И это не похоже на мыло для волос, то есть волосы очищаются идеально. Они не липкие, не клейкие. Как-то не так давно я попробовала просто волосы помыть любимым дегтярным мылом. И я их просто не промыла, они были действительно, ну, как будто бы после мыла. То есть это твердый шампунь, который не создает ощущения того, что ты помыл голову мылом. Волосы стопроцентно скрипучи, чистые, пышные. И даже как-то я его пробовала использовать без бальзама. Идеальное расчесывание, никакого запутывания, никаких сухих кончиков. Прекрасная вещь, шампунь называется... Она иная. Вот такое название. Я искала такой шампунь на Wild Breeze, я его там нашла, заказала. И он, да, ломается, хочу сказать. Но это не проблема, можно взять вот маленький кусочек и им пользоваться. Это очень удобно и прям классно. Аромат ненавязчивый, его практически не чувствуется. Тем более на волосах после мытья. И еще одно мое излюбленное средство в последнее время, это от икрю объемный шелковый мист, который наносится на волосы после мытья. Буквально вот таким вот распрыскиванием 4-6 раз. Далее прочесываются волосы и все это сушится, ну, кто как любит. Можно сделать стайлинг, можно сделать с феном сушку, можно сделать плойку, как хотите. Можно высушить в натуральном виде. Волосы довольно плотные, очень объемные. Но я хочу сказать, что это не уход, это больше стайлинг. Но он с защитным эффектом. Также он безвредный. Икрю вообще косметика, которая специализируется на здоровье, на безвредных составляющих. Практически никакого аромата нет. Единственное, но на третий день можно почувствовать, что волосы как будто бы покрыты лаком. То есть даже при расчесывании они становятся суховаты немножко. И далее, когда их промываешь хорошо с шампунем, они не такие мягкие, не такие увлажненные, как если бы я не пользовалась вот до этого мытья, да, этим стайлингом. То есть ощущается, что как будто бы есть спирты или что-то такое, что немного подсушивает волосы. Но тем не менее, вид волос сегодня я после мытья нанесла этот спрей. И я имею несколько объемов здесь от лица. Мне нравится, что челка может стоять несколько дней сама. Вот так вот, да, и ее можно просто раскинуть, и она не будет облипшую вот так вот висеть. Вот так вот. И все это натурально держится без лака. Такой вот легкий объем. Ну, если еще и хорошо уложить, протянуть и немного еще и зафиксировать лаком от Икрю, который имеет подвижную фиксацию, то будет просто чудесно. Друзья, сегодня я с вами поделилась секретами отращивания здоровых и красивых волос. Пишите мне внизу комментарии, что вы хотите еще посмотреть на моем канале. Всегда рада видеть ваши пожелания. Это большая мотивация для создания новых видео. Кто не подписался, подписывайтесь. Также помогает вам. Это тоже поможет вам находить новые видео на моем канале, потому что сегодня большая проблема с алгоритмами на YouTube. И, к сожалению, появиться в рекомендациях моих зрителей сегодня, ну, это просто стало чем-то очень практически невозможным. Мне звонят. Всем спасибо. Пока.